Творожок Творожок Творческую жизнь Знаете, какой ее любимый секрет долголетия Как она говорит Любовь, добро и труд И еще, добавляет она Главное, не переедать И вот на свой столетний юбилей Она нас угощала Лично приготовленными Блинчиками с творогом И зеленью Я повторяю ее рецепт И обязательно соли Чуть-чуть сметанки От Великоленского Повсетеатральный реквизитор Это специальность уникальная Ведь реквизит это те вещи Которыми артист пользуется на сцене Ну всякие там шпаги, пистолеты Вилки, ножи А есть еще исходящий реквизит Это еда, питье, патроны Ну то есть то, что артист на сцене Тратит, съедает или выпивает И вот я сегодня как раз хочу поговорить О исходящем реквизите У тети Тонечки Когда она у нас работала Был принцип Что артист на сцене Должен есть то, о чем написал автор Пельмени, так пельмени Борщ, так борщ А не изображал Борщ, когда просто воду из миски хлебает И вот она все время И готовила нам просто уникальные вещи Из самого минимума продуктов Я вспоминаю случай Когда мы играли Спектакль из какой-то колхозной сельской жизни Я там играл Браво молодого парня, по-моему Который приходил к невесте То ли свататься, то ли еще зачем-то В общем, любовь, конечно, была И все действия спектакля Начинало, знаете, с чего? Открывался занавес И вся семья сидит за деревенским столом Каравай хлеба И хозяйка выносит чугун со щами Ну, тетя Тоня Она, конечно, расстаралась И актрисе за кулисами Подавала этот чугун с горячими щами Ну, просто с пылу с жару Актриса выносила это на ухвате Дымок шел Аромат, мама моя дорогая Зрители сидели в зрительном зале А многие были после работы И слюнки глотали И мы пока по полтарелки щей не съедали Ни одного слова не говорили Но ели мы очень натурально На том и спектакле Какой-то зритель даже крикнул Все это не ешьте Хоть попробовать оставьте Вообще, конечно, в театре Были очень популярны Так называемые творческие встречи С трудовыми коллективами на предприятиях То есть бригада артистов Выезжала с отрывками из спектаклей С какими-то сценками С юморными рассказами Прямо на предприятии Состоялась встреча с рабочими предприятиями Ну и так далее К нам приходили зрители А мы, как сказать, выезжали прямо в народ Искусство массом это называлось И мы, честно говоря, очень любили Ездить под предприятием Ну, связанным так или иначе С пищевой промышленностью Как правило, после встречи Нас руководство завода Или предприятие благодарило И вручало нам пакеты Нет-нет, не с деньгами А с продукцией предприятия Ну а потом нам обычно портор говорил Ну а сейчас просим отобедать с нами Чем Бог послал Ой-ой-ой, а Бог-то послал такое На этих обедах, что мы в магазинах-то и не видывали Ну и, конечно же, наше руководство Не забывало и про родной реквизиторский цех Ах, тетя Тонечка С продукцией этих предприятий нам такие кушанья готовила Что мы до сих пор это вспоминаем Вот, все хорошо, но чего-то не хватает А не хватает, знаете, чего? Соуса из сметанки великоленской Укропчика и еще чуть-чуть чеснока И, конечно, немножечко соли Ну вот, те самые блинчики Которые готовила тетя Тонечка На свой столетний юбилей Это вкус любви, добра и долгой жизни Партнеры программы Ленский завод молочных продуктов Великоленская И кафе Другая планета